Об очередных взрывах в Крыму, о водной блокаде, о национализации имущества украинцев, а также о гуманитарной ситуации на полуострове поговорим с нашим гостем. Это Рифат Чубаров, глава Меджилиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Накануне вечером жители Евпатории САК сообщали о громких взрывах и пожаре. В некоторых мониторинговых каналах писали, что, возможно, горела САКская ТЭЦ, станция, которая обеспечивает теплом весь город САК. Скажите, есть ли какая-то информация об этом происшествии у вас? Действительно, вчера вечером в социальных сетях были сообщения о том, что есть взрывы в САКах. Некоторые очевидцы указывали на территорию САКской теплоэлектростанции. И было фото размещено одного из очевидцев пожаров. Таким косвенным подтвердением были сообщения из Епатории, что в стороне САК слышны взрывы. Но, разумеется, ночью оккупационная крымская власть все отрицала. И только уже утром появилось сообщение Министерства обороны страны-агрессора, в котором утверждалось, что была совершена попытка атаками беспилотных летательных аппаратов на территорию Крыма. Ну и, разумеется, как всегда, не сообщают, что эта атака была пресечена. Еще чуть попозже это же преступное министерство России сообщило о том, что они также якобы удачно пресекли атаку надводных дронов у побережья Западного Крыма. Лечь опять идет о местностях к САКскому побережью. Отсюда мы делаем вывод о том, что ночью специальные силы, вооруженных сил Украины, нанесли удары по военным объектам, расположенным на Западном Крыму. Ну вот, буквально накануне, так называемая глава Крыма Аксенов убеждал, что ситуация с безопасностью находится под полным контролем. Это была цитата. Несмотря на регулярные прилеты по полуострову. И вот он говорит, что поставки западных ракет Украине позволяют ВСУ наносить удары. И вот он сказал, несколько ракет мы пропустили, но в целом ПВО справляется со своими задачами. Вот Аксенов отметил, что крымчане якобы без всякого опасения ходят на работу, отдыхают и живут мирной жизнью. Скажите, а сколько ракет они пропустили и пропускают? И какая вообще ситуация на самом деле с безопасностью в Крыму сегодня? Ну, мы не ведем такой подсчет, в общем-то, всех ракетных ударов, которые наносятся по военным объектам на территорию оккупированного Крыма. Но само по себе утверждение гауляйтера российского о том, что несколько ракет пропустили. Но если это несколько ракет всегда будут такими эффективными, удачными, как удары по военным складам на территории Кировского района, Джанкойского района, как удары по заливу судностроительному заводу «Залив» в Керчи. И в ходе этой атаки был уничтожен боевой корабль, который предназначен был для стрельбы ракетами «Калибр». Он еще не успел вступить, как говорится, в действие, но он уже был полностью построен, проходил испытания и находился в это время на заводе, и он уничтожен. Или же удары по доку судноремонтному «Севастополе», когда также было уничтожено два боевых корабля. Ну и можно многое перечислять. Разумеется, Крым сейчас с точки зрения безопасности, особенно тех, кого местные оккупанты хотят завлекать, Крым, так называемых туристов с России, Крым не является безопасной территорией. И каждый день, и будь какой военный объект, который находится на территории Крыма, он может стать мишенью для удара средствами, которые имеются уже у вооруженных сил Украины. Единственное, здесь надо обратить внимание на то, что действительно за последний год, начиная с ранней весны, уже предвидя приближение вооруженных сил Украины, в Крыму сооружено очень много фортификационных укреплений. И особенно в северной части полуострова, Армянск, Джанкой, туда ближе к западному побережью, в сторону Раздольного, Черноморского. И эти фортификационные сооружения, они достаточно укреплены. И поэтому, когда уже вооруженные силы Украины выйдут прямо на административную границу между Херсонской областью и Крымским полуостровом, видимо, вот эти места... Восстанавливаем связь с Рефатом Чубаровым, главой Меджилиса Крымка-Танарского народа. Напомним, что мы говорили о заявлениях главы Крыма Аксенова о том, что ситуация с безопасностью в Крыму находится под полным контролем, несмотря на ближайшие регулярные прилеты по полуострову. Он также сказал, что они пропускают, конечно, какие-то ракеты, но в целом их ПВО справляется со своими задачами, и крымчане без всякого опасения ходят на работу, как он сказал, отдыхают, там живут мирной жизнью. Но, тем не менее, накануне вечером жители и Евпатории, и САГС сообщали о громких взрывах, о пожаре, и в некоторых мониторинговых каналах писали, что, возможно, горела САГСкая ТЭЦ. Это станция, которая теплом обеспечивает весь город. Вот мне говорят сейчас, да, вот снова на связи с нами Рифат Чубаров. Мы говорили, да, вот о том заявлениях Аксенова, о том, что люди просто себе живут там мирной жизнью. Ну, а вот реально, на самом-то деле, он делает то, что называется хорошую мину при плохой игре, а на самом-то деле, а что ему еще сказать? Ну, конечно, потому что все те результаты ракетных ударов или ударов беспилотными летательными аппаратами, они, как говорится, на виду, и те эффективные попадания и по ремонтным судно-строительным заводам, уничтожения военных складов. Все это происходит на глазах у жителей Крыма. И поэтому люди понимают, что Крым сегодня является территорией прифронтовой, и более того, осознают, что приближение вооруженных сил Украины к административной границе сразу сделает более доступными для артиллерии, особенно высокоточной, те фортификационные укрепления и сооружения, которые воздвинуты на северном Крыму, в западной части полуострова. И поэтому мы откровенно и открыто информируем об этом людей и предупреждаем, чтобы они заранее готовились к своей личной безопасности. И это, мне кажется, очень честный разговор всегда с жителями Крыма. Турция, Румыния и Болгария в ближайшее время готовы будут подписать договор о создании совместных сил для разминирования Черного моря в результате вторжения России в Украину. Вот сегодня три заместителя министров обороны встречаются в Анкаре, собираются просто согласовать все детали. Созданные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первой крупной совместной акцией союзников после того, как Россия вторглась в Украину. Коалиция трех стран НАТО таким образом планирует совместно бороться с угрозами, которые будут возникать на главном торговом пути Черноморского бассейна. Как вам такая инициатива трех стран? И вот интересно, в Кремле как на это отреагируют? Действительно, на это обратили внимание многие эксперты. И буквально, возможно, через месяц такие совместные силы по разминированию Черного моря будут созданы. И как бы что бы ни говорилось, это одни из первых шагов на пути к большим такому совместным мероприятиям стран, членов НАТО, стран Черного моря, Болгарии, Румынии, Турции. И начиная от разминирования, в первую очередь, транспортных коридоров, я думаю, что неизбежно партнеры по НАТО подойдут к вопросам обеспечения безопасности территориальных вод стран, в первую очередь, членов НАТО. В частности, Болгария уже говорит о постоянной угрозе своей экономической зоне со стороны... Ну, говорит о блокаде. Ну, блокаде это и есть, в общем-то, угроза. Ну, мне представляется, что НАТО все больше и больше осознает, что должно было взять на себя полную задачу безопасности, морской безопасности на Черном море. Также появилась информация, что оккупационные власти Крыма планируют выставить на продажу около 100 имущественных объектов, принадлежащих гражданам Украины. И вот от реализации, ну, по сути, украденного украинского имущества в так называемый республиканский бюджет, да, поступит более 800 миллионов рублей. И пустят их на нужды участников так называемой СВО и их семей. На развитие региона, а также вот на компенсацию части убытков, которые наносят Крыму украинские атаки на полуостров. Коллаборант Аксенов говорит, что этот ущерб есть, но он, цитата, не носит критического характера. Скажите, куда на самом деле вот пойдут деньги от продажи награбленного украинского имущества? Ну, мародеры всегда найдут, куда направить украденные деньги, в том числе за незаконно изымаемую собственность, будь то государственную, украинскую собственность, будь то собственность частных лиц. Здесь просто следует сказать о том, эти действия, кроме акта мести, мести по отношению к тем, кого сейчас нет в Крыму, они противодействуют российской агрессии, но у них там осталась собственность, она там была всегда до российской оккупации. И таким образом оккупанты мстят, но кроме акта мести, это еще и имеет цель устрашения тех жителей Крыма, которые покинули Крым по разным причинам, и в первую очередь, чтобы избежать принудительной мобилизации в российскую армию, они выехали на территорию материковой части Украины или в третьи страны, и вот для того, чтобы эти люди публично не занимали такую позицию против российского агрессора, таким образом, в общем-то, их предупреждают, мы уже знаем, случаи по Крыму, когда приходили для изъятия собственности тех людей, которые, оказавшись вне возможностей российских спецслужб, высказывали свою позицию по ситуации в Крыму или осуждали российскую агрессию, и по отношению к ним уже начали применяться вот такие меры по изъятию их собственности. Таким образом, российская оккупационная власть пытается сохранять контроль над мнением жителей Крыма. Продолжая тему об устрашении людей, оккупанты зарегистрировали 550 дел под дискредитацией армии РФ. И в 490 случаев это было вынесение постановления о наложении штрафа, об этом сообщает представительство президента в Автономной Республике Крым. И вот совокупный размер штрафов уже составляет не менее 15,5 миллионов российских рублей. И вот одно из таких последних дел в очередной раз доказывает реальное обострение паранойи у местных властей. 30-летнюю крымчанку оштрафовали за, цитата, «публичную дискредитацию вооруженных сил РФ в родительском чате на 19 человек» за то, что она разместила украинский флаг со словами «Слава Украине» и цензурной лексикой в сторону России. Вот предполагается, что большинство дел именно такие. И интересно, вот в этом кейсе, да, кто-то же, видимо, из этих 19 родителей донес на нее? К сожалению, в Крыму оккупантам удалось достаточно широко внедрить различные вот такие механизмы, создать стукачество, прежде всего, поощряя тех, кто это делает открыто, и так называемая структура СМЕРШ. Нам все эти люди, которые доносят на своих сограждан, известны. Я очень надеюсь, что наступит время, когда все они понесут ответственность. Ну, такая вот атмосфера психоза, ненависти, демонизации всего украинского, она, конечно, отражается на жизни людей. Я вот могу привести цифры, связанные с структурой вот таких преследований. Правда, эти цифры, ну, скажем так, немножко запоздавшие, не последних месяцев, это вот к лету этого года, но я уверен, что пропорция, она не менялась. Вот из всех преследований жителей Крыма, ну, за дискредитацию, да, 53,5% это за публикации и комментарии в социальных сетях, в том числе и за те комментарии, которые были оставлены еще до начала российской оккупации Крыма, то есть до 2014 года, если они там находят какие-то смыслы, которые с точки зрения оккупантов порочат сегодняшнюю российскую армию. То есть задним числом, как бы даже, да? Да, задним числом. Устные высказывания людей или украинская музыка, вот таких преследований 33%. Вот устные высказывания, это значит, кто-то сообщил на этого человека или о том, что вот на таком-то мероприятии использовалась украинская музыка, украинские песни. Вот повреждения и уничтожения российской военной символики, таких 5,5% из числа фактов репрессии жителей Крыма. Ну и другие проявления, ну как они считают, компрометации российской армии. Понятно, что все это является еще одним инструментом для того, чтобы сохранять контроль над крымским обществом и постоянно держать людей в страхе. Еще одна интересная тема. По данным оккупационного парламента Крыма, до конца года 37 предприятий намерены подать иск к Украине о так называемой водной блокаде. Сумма вот заявленных убытков уже превышает, по их мнению, 3 триллиона рублей. Название предприятий, конечно же, не указано. И напомним, что после оккупации Крыма Украина прекратила подачу воды через Северокрымский канал, а с начала полномасштабного вторжения оккупанты, захватив левобережье Херсонской области, возобновили подачу воды. Однако, после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС летом 23-го года в Крыму, снова возникли водные проблемы. Вот какие шансы у оккупантов решить таким образом проблему? Вообще на что они рассчитывают? Ну, то, что касается постоянных вот этих расследований, как они называют продуктовый, энергетический, водный блокад, это любимое занятие оккупационного Верховного Совета, как они себя называют, там находятся назначенные депутаты из числа коллаборантов местных жителей, но им надо каким-то образом постоянно показывать свою работу. И одним из таких вдохновителей вот таких расследований является Константинов, который возглавляет оккупационный Верховный Совет, и приближенные к нему депутаты, как бывший народный депутат Украины Ефим Фикс, другие. То, что касается энергетической блокады, они уже, по-моему, подали так называемый Верховный суд Крыма, теперь вот по водной блокаде. Ну, понятно, что это не имеет, не только не имеет никакой перспективы, но это юридически все ничтожно, но это, опять же, один из инструментов ну, такой пропаганды, но и, конечно, определение конкретных людей, которых они обвиняют в осуществлении этих блокад, ну, в том числе там и руководители Меджлиса Крымско-Татарского народа, другие крымско-татарские активисты, крымские, другие правозащитники. Ну, это способ расправы снова же над крымскими людьми. Знаете, отдельная тема – это вот поведение оккупантов на оккупированных территориях, как они ведут себя с детьми. И вот мы говорили сегодня с Виктором Дудукаловым о том, что в Бердянске младших школьников заставляют писать какие-то там приветственные письма этим оккупантам, да, этим насильникам и убийцам в форме Росармии. А вот есть также информация, что в Ялте детей привлекли к изготовлению блиндажных свечей для российских военных на запорожском направлении. Вот, и вот изготовили воспитанники военно-патриотического клуба «Гурда» из Ялты. И об этом сообщает издание «Крымреали». Украинские правозащитники, кстати, вот не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей на оккупированном полуострове. И ведущая роль в этом принадлежит движению юнармия, которая находится под санкциями США, я напомню, Украины, Канады, Швейцарии. Ранее сообщали о том, что подростков отправляли даже на военизированные учения. Вот какой масштаб привлечения несовершеннолетних к таким вот движениям, как юнармия, например? В Крыму, к сожалению, вот милитаризация, я хотел сказать, школы, но, наверное, будет правильно сказать, вообще всех этапов школьного. Если, наверное, и детских садов также. Да, 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 школьного и дошкольного воспитания, потому что мы отмечали подобное в формах вовлечения и в детских садах, но в школах практически нет ни одной школы, где в той или иной форме дети бы не вовлекались, в общем-то, в преступлениях взрослых. И все то, что особенно касается того, что они называют специальной военной операцией, плетение всяких маскировочных сетей, письма, это уже, по-моему, вчерашний день, сбор продуктов вместе с родителями, сбор ресурсов, устраивание конкурсов разных. И мы периодически обращаем на это внимание родителей, потому что есть некоторые такие формы, где родители могли бы противостоять, если они смогут организоваться в школах оккупированного Крыма. Буквально вот на прошлой неделе мы обратили внимание на массовое нашествие так называемых волонтеров и всяких организаторов военизированных мероприятий в Укромненскую среднюю школу Семперопольского района. И при этом в обличении детей во все эти мероприятия снимают на видео, демонстрируют на российских каналах. В общем, это не просто идет обработка сознания, что для оккупантов очень важно, чтобы воздействовать на взрослых через их детей. Но при этом, в общем-то, это идет и подготовка, особенно мальчиков, к уже прямому совершению ими преступлений тогда, когда они достигнут 18 лет. И поэтому в этой части, кроме призывов к родителям, чтобы они как можно сопротивлялись вот таким формам обработки их детей, при этом мы пытаемся составлять список тех, кто вовлекает детей в эти преступления. Возможно, в какой-то степени это, может быть, повлияет на них. Я уверен, что ответить за это должен каждый. И вот резюмируя нашу беседу, я хотел бы еще один вопрос задать о гуманитарной ситуации на полуострове. Такой более общий, наверное, вопрос с Крым. Вступил сейчас в полосу кризиса. Продукты питания подорожали в разы. Проблемы практически для простого жителя во всем. Нет некачественных лекарств. Меньше становится продуктов питания. Коммунальные услуги растут. Об этом рассказывают жители полуострова и зданию «Голос Крыма». Вот этот человек, который давал интервью, также отметил, что крымчане сейчас находятся в полном смысле в критическом состоянии буквально социального выживания на оккупированной территории. И все, кстати, вот то, о чем вы сегодня тоже говорили, достаточно взволнованы, что фронт приближается к Крыму. Я хочу процитировать. Никаких гарантий безопасности от оккупантов нет. Крымчане это уже сами понимают. Вы можете подтвердить эту информацию? Да, это вот то, что вы все перечислили, ведь еще происходит на фоне сокращения возможностей для жителей Крыма зарабатывать, но, скажем, в сфере туристического бизнеса, потому что это лето оказалось провальным и вследствие абсолютной опасности, которая в Крыму грозит всем, и в том числе приезжим. Поток посещающих Крым был провальным таким, он сократился очень сильно. Потом нашествие трудовых мигрантов через Россию на оккупированной украинской территории, и прежде всего Крым, которые готовы работать за минимальную зарплату, и ими заполняют все возможные потребности, особенно военных в Крыму. Эти мигранты используются на всех этих работах. Все это приводит к тому, что при росте цен люди еще крайне ограничены в возможностях заработать на свою жизнь, и это все, конечно, ввергает крымчан очень тягостное положение. Будем считать, что людям нужно сил, желаемым сил, для того, чтобы не продержались до того, как Крым будет освобожден и снова станет мирным, спокойным местом, где люди могут приезжать и отдыхать, а не воевать. Спасибо вам большое. Рифат Чубаров, глава Меджилиса Крымско-татарского народа, был в нашем эфире. Благодарю вас, что нашли возможность связаться с нами. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин